Всем привет! Последние три месяца я занимался исследованием, которое направлено на изучение двух значимых CMS на российском e-commerce рынке CISCARD и 1SBITREX. Я беседовал с веб-студиями, с разработчиками, которые имели опыт работы с обеими платформами. Я спрашивал мнения клиентов, я проводил собственные исследования и в результате получил то, что сейчас доступно в блоге CISCARD. Моей целью является показать все сильные и слабые стороны обоих продуктов. Надеюсь, что у меня это получилось, и это позволит вам сэкономить значительное количество времени и денег. Сначала давайте определимся, что же конкретно мы будем сравнивать. Обе платформы имеют различные редакции. Так, открыть интернет-магазин с помощью 1SBITREX можно, воспользовавшись редакцией START, но для этого потребуется установить какое-то готовое решение из Marketplace, можно воспользоваться редакцией «Малый бизнес» и «Бизнес». Наиболее функциональным является решение, основанное на редакции «Бизнес», и именно его мы будем сравнивать с CISCARD. CISCARD также имеет различные редакции. Это редакция «Мультивендор», которая позволяет подключить несколько продавцов к одному интернет-магазину. Это редакция «Сискард. Международная сборка» и интересующая нас «Сискард. Русская сборка». CISCARD «Русская сборка» имеет интегрированные российские способы оплаты, способы доставки, модуль, позволяющий произвести синхронизацию с 1S, «Мой склад» и некоторые другие полезные для России модули. Таким образом, мы будем сравнивать CISCARD «Русская сборка» и 1SBITREX «Управление сайтом «Бизнес». В видеообзоре я не хочу сосредотачиваться на том, каким образом проводилось исследование. Эту информацию вы можете получить в текстовой версии статьи. Сейчас же я хочу наиболее лаконично изложить то полезное, что, как я считаю, было получено в ходе написания материала. Итак, оба продукта обладают колоссальным количеством различного функционала. CISCARD часто выбирают из интуитивно понятной панели администрирования и мощной системы управления содержимым. Это блок-менеджер и визуальный редактор. CISCARD обладает функциональностью, которой нет в базовом составе BITREX. Это возможность встраивать в магазин другой сайт, цифровые товары, быстрый просмотр карточки товара, различные способы отображения списков товаров, несколько видов карточки товара, подарочные сертификаты, список желаний, купить в один клик или можно назвать обратный звонок, REST API. BITREX также обладает функциональностью, которой нет в CISCARD. Это интеграция CRM, многоскладовость, модуль бизнес-процесса, обетестирование, релевантный полнотекстовый поиск, отслеживание конверсии, мобильная платформа, проактивная защита. Несмотря на отсутствие функционала в одной платформе и присутствие этого функционала в другой, в большинстве случаев этот функционал можно получить, воспользовавшись маркетплейсом. Кроме отсутствия некоторого функционала в коробках, есть также и превосходящие в значительной степени функциональные особенности в одной системе на другой. Так, например, у CISCARD более удачно реализовано распределение прав доступа, импорт и экспорт, отзывы и оценки клиентов, мультивитренность и мультиязычность. В BITREX более удачно реализована интеграция с 1С, которая позволяет производить обмен данными в режиме реального времени. В любом случае, если вы серьезно подходите к выбору платформы для своего проекта, вам необходимо изучить детальный сравнительный анализ функциональности базовых коробок продуктов, который я составил, который доступен по ссылке в текстовой версии статьи. Там представлена таблица, в которой вы можете увидеть перечисленные функциональные фишки и наличие или отсутствие в той или иной платформе. Также там представлено более детальное описание этих фишек. CISCARD вышел на рынок относительно недавно и сейчас занимает второе место в рейтинге CMS для разработки интернет-магазинов. Однако BITREX лидирует в этом рейтинге и большинство разработчиков выбирает именно эту систему для создания интернет-магазинов. Скорость работы обеих платформ находится на очень высоком уровне. Разработчики очень хорошо потрудились над оптимизацией скорости. И несмотря на то, что мой небольшой эксперимент с Google PageSpeed Insights показал, что BITREX находится в оранжевой зоне, а CISCARD в зеленой, обе платформы имеют очень большой потенциал для разработки высоконагруженных систем. На CISCARD разработано очень много больших интернет-магазинов и большинство из них находится за пределами Российской Федерации. Взять, например, интернет-магазин ShopPlus с 53 миллионами товаров. К сожалению, магазин заблокирован для России и зайти на него можно только используя прокси-сервер. На BITREX также разработано большое количество крупных интернет-магазинов, например, сайт сети Ильдорадо. И ShopPlus, и Ильдорадо по трафику находятся на примерно одинаковом уровне. У обоих разработчиков есть сообщества, которые включают форум, маркетплейс, партнерскую сеть. BITREX добился в этом более высоких результатов. Однако CISCARD сейчас развивается очень активно. Всего за год они с 15 до 200 увеличили количество своих партнеров, а количество решений на CISCARD Marketplace превысило отметку в 1000 выложенных решений. То есть CISCARD сейчас показывает очень стремительный рост и пытается догнать один S-BITREX. Разработчики часто отмечают, что модель архитектуры CISCARD способствует написанию красивого кода. В BITREX же, если приводить цитату одного из авторов на хабр-хабр, BITREX это полное отсутствие архитектуры, это просто набор десятков или сотен тысяч файлов с кусками кода, которые никак не связаны между собой. Но некоторым разработчикам как раз таки импонирует структура BITREX, они ценят ORM и инфоблоки, так как это позволяет написать полностью свою бизнес-логику. Владельцы веб-студии часто отмечают, что CISCARD проще продавать. В CISCARD очень удачно реализована панель администрирования, и клиент очень легко и быстро в ней разбирается. В BITREX же разобраться сложнее, и обучение требует больше времени. Однако мой личный эксперимент показал, что как таковой сложности нет разобраться ни в панели администрирования, в CISCARD ни в панели администрирования BITREX. Единственное, на совершение того или иного действия в CISCARD требуется меньше манипуляций, чем в BITREX. Например, для того, чтобы изменить статус заказа, в CISCARD требуется совершить 4 действия, а в BITREX 6. Рейтинг стоимости разработки показывает, что стоимость разработки на CISCARD значительно ниже, чем на BITREX. Этот факт часто подтверждают и клиенты, и разработчики. Однако, как дело обстоит на самом деле, определить достаточно сложно. В текстовой версии статьи я подробно излагаю свою позицию по этому поводу. Для BITREX CMS регулярно выходят обновления, доступ к которым клиент может получить в течение одного года после покупки лицензий. Однако, стоимость самих обновлений, их продления, как и стоимость базовых коробок, в разы выше у BITREX, чем у CISCARD. Вы можете видеть это в представленной таблице. Стоит также отметить, что CISCARD гарантирует исправление любой ошибки, найденной в движке, в течение 45 дней. А если ошибка критичная, то CISCARD обещает исправить ее в течение 3 рабочих дней. У CISCARD есть открытый баг-трекер. В тестировании CISCARD может принять участие любой желающий и размещать найденные ошибки в этом баг-трекере. 1SBITREX не имеет открытого баг-трекера и не имеет какого-либо регламента по исправлению ошибок. Надеюсь, что обзор оказался для вас полезным. Главное помните, что основа успеха – это работа, которую вы делаете по ту сторону монитора. Оказывайте своим клиентам качественный сервис и вас, несомненно, будет ждать успеха.